Центральный филиал банка с огромным денежным хранилищем не в состоянии отреставрировать фасад здания. Отправляясь на ограбление банка, грабители идиоты нацепили маски еще до приезда к банку. Во вселенной данного фильма понятия тревожной кнопки у кассира и спецбрелка у охранников для поднятия тревоги в принципе не существует. Я не понимаю, где логика? Более того, грабители даже не удосужились собрать сотовые у заложников. Да и зачем? Полиция все равно объявится только после того, когда она уже будет не к месту. Если цель грабителей хранилище банка, для чего тратят время на сбор наличности с кассы? Тележка стоит рядом с ограничителем, при смене ракурса сдвинулась уже за ограничитель. Игрушка перед лицом девочки появляется прямо между кадрами. Не заставляй меня ждать! Так может не стоило его бить по лицу, а сразу везти в хранилище? При этом второй дебил умом также не блещет. В пустую тратит время только для того, чтобы потроллить майора. Майор держит ключ в кулаке. Смена плана и ключи уже болтаются на большом пальце. Мало того, что грабитель не додумался позвать подельников помочь с переносом денег, так еще всем своим поведением доказывает, что он пять минут как сбежал из дурки. Но главное, в хранилище уже имеются набитые сумки с деньгами. Хватай и неси. Вот зачем грабитель занимается переливанием из пустого в порожнее, знает только сценарист фильма. Буквально снял с языка. Совершенно непонятно, зачем майор Гром прицепил бейдж сотрудника банка. То он просчитывает все ходы наперед, а тут не рассчитал такой простой вариант событий, как то, что грабители могли взглянуть на бейдж сразу, как только Гром представился менеджером банка. Кто бы объяснил, каким образом майор в состоянии спрогнозировать действия трех неадекватных грабителей, при этом брать в расчет наличие у грабителей оружия, о котором майору даже неизвестно. А также рассчитывать возможные действия бандитов исключительно таким образом, при которых грабители реагируют на майора исключительно по очереди, либо по одному. О, я даже и не знал, что нынче питерских полицейских хоронят по канону американских военных, на кладбище с газоном, под проливным дождиком и с черными зонтиками. Пока Гром полностью отвлек на себя внимание всех грабителей, никто из заложников даже не помыкает мыслью покинуть банк. Конечно, лучше сидеть на месте и веселиться. Как-то мало верится, что сотрудник банка, ответственный за хранилище, взял и передал ключи первому залетному менту в гражданском. Чего это он так прифигел? Словно впервые увидел, на что способна его перебинтованная рука. И после того, как майор с одного удара отправил грабителя в нокаут, хочется поинтересоваться, что мешало Грому вырубить преступника в один из тех случаев, когда грабитель забегал в хранилище за очередной партией денег. И чем таким важным занимался майор в хранилище, пока идиот резвился и раскидывал наличность? Обалденный банк, надо сказать. Сортир находится прямо у дверей хранилища. Из каких это пор банки с центральным хранилищем охраняют пенсионеры с шокерами? Словно это какой-то супермаркет. Разбросанные повсюду деньги, бессознательный подельник и пропавший майор Гром нисколько не насторожили второго чернокожего грабителя. И чего тут среди русских грабителей забыл черный? Неужели и наши кинематографисты заразились голливудским вирусом толерантности? Я русский. Вот только не надо гнать. Это еще что за тупой расчет майора? Зачем Гром выкатил тележку с грабителями к вооруженному главарю? Разве до Грома не дошло, что главарь, увидев такую картину, в гневе запросто может перестрелять заложников? Вот какого черта Гром за минуту не переоделся в грабителя и не вырубил главаря, усыпив бдительность, выйдя в спортивки и в маски хоккеиста? Хорошо. Предположим, Гром до этого не додумался. Но почему он оружие-то не взял у обезвреженных грабителей? При этом еще и выходит в открытую с голыми руками, на неуравновешенного психа с автоматом. Господин Гром. По-моему, вы просто идиот. Майор давно укрылся, куда ты стреляешь. При этом пулевые отверстия одновременно появляются на двух противоположных сторонах. У грабителей идиотов водитель может быть только... Правильно, идиотом. В любую секунду может нагрянуть полиция, а он несет ересь про зеркало заднего вида. Подними правую руку, покажи средний палец в окно. Вот откуда водитель в курсе, что за главарем кто-то гонится, если главарь об этом даже не заикался. И надо же, как секунда в секунду, главарь выставляет палец исключительно в момент появления Грома. Помимо этого, хотелось бы поинтересоваться, чем столько времени занимался Гром в банке, пока сбежавший главарь страдал херней вместе с водителем. Крутой водила не в курсе, что на перекрестках желательно смотреть по сторонам. Подельников Гром вырубает с одного суперудара. С главарем вдруг дерется на равных. Сумка с деньгами валяется слева от грабителя. При смене плана уже между героями. Добить противника и спокойно скрыться? Какой там? Лучше оставлю врага в сознании, а через несколько минут, благодаря этому недальновидному решению, по полной облажаюсь. Да и пока Гром приходил в себя, главарь уже должен был быть в Хабаровске, а не бродить все в том же здании. И ради всего святого, кто объяснит, зачем этот ушмарок полез под потолок, когда всего-то нужно было выйти тем же путем, каким пришел. Вместо того, чтобы бессмысленно швырять в Грома бабки, всего лишь подошел бы и оттоптал бы ему руки. Или просто воспользовался бы форой и слинял куда подальше. Как удачно, что натянутые брезенты закреплены с идеальной надежностью, чтобы выдержать вес взрослого мужика. А чего это Гром сразу не применил на главаре удар Халка? Или у него что, рука перезаряжалась после удара в хранилище? Интересно, когда эти трое успели попозировать для выпуска новостей? Эх, русское кино по русским комиксам бессмысленное и беспощадное. Я абсолютно согласен с каждым твоим словом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова